Всем привет, с вами Миша и вы смотрите программу The Face на канале CryptoDealers. Сегодня суббота, а это значит, что пришло время узнать про очередную рок-звезду крипторынка. И сегодня мы поговорим про Чампина Джао, основателя криптобиржи number one Binance. Досье Чампин Джао, известный в криптовалютном сообществе как CZ, является одним из самых узнаваемых лиц блокчейн-индустрии. Он подал пример молниеносного восхождения к славе и узнаваемости в период расцвета цифровых валют и всего, что с ними связано. Сейчас Джао работает генеральным директором Binance, одной из крупнейших криптовалютных бирж мира. Капитал Чампина Джао оценивается в сумму 2 миллиарда долларов, что делает его самым богатым представителем сферы виртуальных валют. Чуть более года назад Binance еще не существовала, а личность и основателя была никому неизвестна. Чампин родился в китайской провинции Дзяньсу. В 1977 году в семье простых преподавателей. Его папа был антикоммунистическим взглядом на жизнь, за что все годы совсем не гладили поголовки. Семья Джао постоянно подвергалась преследованиям китайскими властями, и именно это стало причиной переезда в Канаду. В конце 1980-х годов семья Джао переехала в Канаду, где осела в городе Ванкувер. Это произошло из-за того, что отец семейства был активным участником знаменитых протестов на площади Тянанмэнь, закончившихся кровопролитием. После переезда семье Джао иногда приходилось тяжковато. Поэтому, когда юный Чампин подрос, он начал свою карьеру со слов «Свободная касса в Макдональдс» и еще подрабатывал на заправках. В остальном у него было очень даже базовое детство. Он ходил в школу, играл в волейбол и любил папу с мамой. После школы он поступил в универ Монреаля на факультет компьютерных наук и параллельно трейдил на бирже. Во что это увлечение вылилось, вы и сами знаете. Но давайте обо всем по порядку. После окончания универа Чампин много путешествовал. Больше всего ему нравилось проводить время в Токио и Нью-Йорке. И спустя какое-то время он обосновался в Нью-Йорке, начав работать экспертом по биржевому программному обеспечению в Блумберге. В 2001 году Джао занялся разработкой систем установки торговых ордеров на Нью-Йоркской фондовой бирже. Позже перешел на работу в Блумберг, где стал членом команды, создававшей сервис для трейдеров под названием TradeBook. Он специализировался на решениях для торговли фьючерсными контрактами. За 4 года работы его трижды повышали в должности, а к концу карьеры в компании он отвечал за взаимодействие между командами, расположенными в Токио, Нью-Джерси и Лондоне. В 2005 году Джао покинул компанию. Джао добился больших успехов в Блумберг. И одним прекрасным утром он проснулся с мыслью о том, что ему не хватает новых вызовов. Немного подумав, он ушел из Блумберг, чтобы создать свою первую компанию, которую назвал Fusion Sisters. В ней будущий гений криптовалютной индустрии занялся разработкой программного обеспечения для бирж и трейдеров. Он проработал в собственной компании 8 лет, параллельно занимаясь созданием и развитием других стартапов. Из Fusion Systems он ушел в 2013 году, заинтересовавшись сферой криптовалют. С блокчейнами Чампин Джао начал работать в 2013 году. У него был друг и напарник по покеру Рон Као, который работал управляющим директором венчурного фонда Lightspeed Venture Partners. Так вот, как-то раз Рон заключил инвестиционную сделку с BTC China и во время очередного покерного вечера рассказал о ней Джао, таким образом познакомив его с Битком. Тот сразу же заинтересовался и начал посвящать все свободное время изучению технологии, на которой была построена главная криптовалюта. Он тщательно изучил white paper, которую оставил Сатоши Накамото, стал регулярно посещать конференции и постоянно участвовал в обсуждениях на множестве криптовалютных форумов. Круги криптотусовки на тот момент были намного уже, чем сегодня, и Чампин быстро обзавелся крипто-друзьями. Он зафрендил Бобби Ли, который посоветовал ему инвестировать 10% своих кровных биток, а вскоре познакомился с Вером, который принял Джао в команду Blockchain.info. Чампин Джао присоединился к сервису Blockchain.info в 2013 году и начал работать в одной команде с Роджером Вером и Беном Ривзом. На этом месте он занимал должность главы разработки в течение одного года. Джао тепло отзывался об этом периоде и о том, в каком дружном коллективе ему довелось работать. Он до сих пор поддерживает хорошие отношения с командой Blockchain. После старта работы он возглавил команду, создававшую криптовалютный кошелек. Джао внес значительный вклад в превращение Blockchain из малоизвестного стартапа в узнаваемый сервис и улучшил ее позиции в азиатском регионе. Он также принял участие в приобретении компании ZeroBlock, поставщика информационных услуг. В 2014 году Джао начал работать в команде биржи OKCoin. На тот момент это была крупнейшая площадка в Китае, обменивающая крипту на фиат. Но там что-то пошло не так. Не прошло и года, как Чампан слинял оттуда, основав собственную биржу, на счету которой тогда находилось около 10 тысяч долларов. О причинах ухода он рассказал в длинном посте на Reddit, обвинив во всем недружелюбный коллектив. Джао также пожаловался на невозможность договориться по важным для развития биржи вопросам и постоянных спорах с Роджером Вером. После знакомства с сектой свидетелей биткоина, как и полагается криптоангелом, Джао загорелся идеей создания собственной блокчейн-конторы. Он решил открыть биржу, которая сфокусируется только на торговле криптой и не будет вообще соприкасаться с фиатом. Джао действовал как мудрый самурай, не торопился. Он работал над концепцией биржи, выжидая подходящего момента, который настал с началом ICO-хайпа в 2017 году. В июле 2017 года он запустил ICO Binance, в ходе которого было продано 200 миллионов токенов BNB. Стартапу удалось привлечь инвестиции на 15 миллионов долларов. Для создания платформы Джао задействовал весь свой опыт работы в финансовых технологиях для того, чтобы создать качественный обменный сервис. Биржа начала свою работу через 11 дней после окончания сбора инвестиций. Главной целью был рост. И уже через 6 месяцев Binance стала крупнейшей в мире криптобиржей. Количество юзеров росло не по дням, а по секундам. Команде Binance пришлось нанять несколько человек только для того, чтобы они целыми днями закупали новые сервера у Amazon. Это был супер-мега-успех. Объем торгов в пиковые моменты достигал 11 ярдов баксов в сутки. Биржа была создана на территории Китая. После того, как в этой стране обмен криптовалют и проведение ICO стали незаконными, компании пришлось переехать в Японию. Сейчас на бирже можно торговать 120 валютами, которые объединены в 240 торговых пар. Большинство клиентов Binance находится в Японии и США. Репутация Джао в крипто-тусовке стала настолько идеальной, что его пригласили на Мальту в качестве советника для написания законов о крипте. Собственно, после этого он и перевез штаб Binance туда, таким образом основав новую крипто-столицу. Кстати, я подробно рассказывала вам об этом движи в середине июля. Сейчас где-то здесь появится ссылка на него. Обязательно пересмотрите. Премьер-министр Мальты, имеющий имидж дружелюбного к технологиям политика, сообщил, что Binance перенесет на территорию этого островного государства свой центральный офис. Джао в своем интервью рассказал, что вскоре начнет работать с фиатными деньгами. Это станет возможным благодаря сотрудничеству с местными финансовыми учреждениями. Было дело, Джао конструктивненько убрал Виталика по поводу его предложения погореть в аду централизованным биржам. Я считаю, что нельзя никому желать гореть в аду. Мы все являемся частью единой экосистемы и об этом необходимо помнить. Давайте представим на минуту, что нет фиатных денег и централизованных обменников. В этой ситуации все цифровые активы были бы гораздо менее ликвидны, имели бы более низкую капитализацию, курс влияния и прочее. Экосистема развивалась бы не такими темпами. Децентрализация это просто средство, но не цель. Цель заключается в свободе выбора. Люди должны иметь право выбирать. На сегодня большинство выбирают от централизованной биржи и тому есть причины. Главное из них – отсутствие абсолютной децентрализации, написал в своем твиттере глава Байненс. Чанпен Джао непременул отметил и тот факт, что Бутерин охотно пользуется своим влиянием, консультируя ряд ICO-проектов и лично принимая важные решения по развитию платформы Эфириум, но в то же время любит говорить о децентрализации. По мнению Чанпена, у ведущих криптовалютных проектов с сильными лидерами доля централизации будет присутствовать всегда. На сегодня Джао владелец топовой биржи. Он продолжает открывать офисы по всему миру и имеет свою крипту, которая стабильно находится в топ-20 по рейтингу CoinMarketCap. При всем при этом, в отличие от тюзиной доли криптонов, Чанпен Джао остается ровным пацаном, не раскидывается баблом и ведет достаточно аскетичный образ жизни. Глава Binance известен своим скромным поведением на фоне других криптомиллионеров, ставших известными на волне роста индустрии. Он старше многих коллег и не замечен в пристрастии к предметам роскоши или жизни на широкую ногу. Джао не пользуется услугами дорогих авиаперевозчиков, не владеет недвижимостью и не имеет машины. Обычно он одевается в футболки и толстовки с логотипом своей биржи и по собственному утверждению почти не пользуется накопившимися деньгами. Он почти не имеет инвесторов за пределами сферы криптовалют. Подытожим. За 8 месяцев работы Binance Джао удалось сколотить состояние в 2 миллиарда баксов. Он стал самым богатым и известным человеком в Китае, который создал свой капитал на крипте. 28 февраля 2018 года Джао попал на обложку журнала Forbes в качестве третьего богатейшего человека в криптоиндустрии под заголовком «За год с нуля до криптобиллионера». Знакомьтесь с основателем Binance. Некоторые эксперты считают, что Джао заслуживает место в книге рекордов Гиннесса, как чувак, который буквально с нуля за кратчайший срок стал миллиардером. И тут я с ними полностью согласна. А на сегодня все. Вы знаете, что делать. Делитесь этим видео, ставьте лайки, пишите комменты. И увидимся завтра в это же время на канале Криптодилерс. С вами была Миша. Пока!